В Нижегородском государственном университете имени Лобачевского запустили второй в России вузовский суперкомпьютер. Первый до этого дня находился в Московском университете имени Ломоносова. По мощности новейший вычислительный кластер Лобачевский войдет в сотню мировых лидеров, наряду с крупными университетами Японии, Европы и США. Но самое главное, как мне кажется, первый суперкомпьютер в Нижнем Новгороде должен принести сюда культуру. Суперкомпьютеры это тоже некая культура, другая культура производства, культура мышления, культура исследований, просто культура. Надо, чтобы это стало повседневностью. Основное отличие от обычных компьютеров – огромная производительность. Для кластера даже выделили специальные помещения, где часть места занимает сам компьютер, а другая часть – для специальной системы охлаждения. Они поставили на первое место нейроисследование. Это то, что связано с работой мозга. Судя по всему, в ближайшие годы, в ближайшие десятилетия, это будет одна из ключевых задач. Для работы на таком сверхмощном компьютере нужны соответствующие специалисты. Университет имени Лобачевского – единственный вуз Нижегородской области, который готовит специалистов высшей квалификации по суперкомпьютерным технологиям. Ким Андреев, Гайнаев Витян, Илья Федулов, Горький ТВ. Ким Андреев, Горький ТВ.